А есть ли Бог? Научное доказательство. Бог не существует. Здравствуйте, друзья! Это проект Доброум. Меня зовут Александр Елисев. Мы начинаем новую рубрику и, конечно же, плейлист, которую мы не могли обойти стороной на нашем философском проекте. Это религия. Мы с вами ответим на фундаментальный вопрос о том, существует ли Бог. Поговорим о том, есть ли польза в религии, есть ли вред в атылизме, и наоборот. Ответим на вопрос о том, почему люди верят в религию. Является ли религия насилием над детьми. Обсудим парадокс агностицизма. И самое главное, ответим на вопрос, можно ли прийти к свободному обществу вместе с религией. Можно, наверное. Как мы будем подходить к вопросу о существовании Бога? Конечно же, с использованием научного метода. Поскольку религия — это теория, которая объясняет устройство мира. Поэтому, как любая другая теория... Смотрел Фланти Гадгард про Качимучи? Скорее всего, нет. Для того, чтобы быть... Хотя я что-то хоть не смотрел про Гачимучи, но, наверное... Она должна быть логически целостной и эмпирически проверяемой. То есть проверяемой на практике. Для начала нам нужно дать определение Бога. Поскольку люди вкладывают в это слово все, что угодно. Бог — это и старичок в небе на облаке. Бог — это и любовь. Бог — это и космическая сила. Бог — это и квантовые частицы. Я думаю, большинство из нас знакомы с христианским Богом. Поэтому давайте мы разберем его, а уже к остальным Богам аргументы будут применимы аналогично. Итак, христианский Бог определен как? Почему они будут применимы аналогично к другим Богам? У меня сразу вопрос возникает. Только что было разобрано несколько определений Бога. Но не то чтобы разобрано, упомянуто. Каждое из этих определений отличается от другого, ну... В некоторой степени. В некоторой степени уже отличается. А также разные определения Богов могут быть. И Боги, они не аналогичны друг другу в разных религиях. Чаще всего, Боги в разных религиях — это... Существа вообще разного плана. Это вообще разные создания, которые обладают разными силами. Ну, вот такое. Вечное нечто, обладающее сознанием, существующим без матери или энергии, которую мы можем замерить. И также он обладает конкретными качествами. Это всемогущество, всезнание. И он всеблагой, да? Ну, христианский Бог обладает, окей, да. Ну, и то всеблагой, там мы можем немножко подумать, что это значит. Не всегда, не всегда он такой всеблагой. Иногда он не очень благой, короче. То есть он является эталоном добродетеля. Давайте начнем с логической целостности и проверим, содержит ли концепция Бога в себе логические противоречия. Итак, мы только что описали несколько качеств Бога, одним из которых было всемогущество. И это нас тут же подводит к парадоксу всемогущества. Он сформулируется следующим образом. Может ли создать Бог камень, который он сам не может поднять? Я думаю, вы наверняка его слышали. То есть, если Бог не может создать такой камень, то Бог не всемогущий, поскольку он не может такой камень. Здесь языковой парадокс, не божественный. Так, Владимир пишет, Бог универсален, определение вывели в Средневековье, и еще все остальные определения тут нахуй. Смотря про какого Бога мы говорим. А камень, это да, это самый банальный, дурацкий аргумент, который только можно привести в пользу, но здесь парадокс, он чисто языковой, логический. Может ли Бог сделать то, что невозможно сделать? Я не знаю. Может ли он поднять камень, который не... Может ли он создать камень, который не сможет поднять? Если он может создать камень, который не может поднять, то он не может поднять камень. Если он не может создать камень, который не может поднять, он не может создать камень, который не может поднять. Вот и все. Здесь все очень просто, на самом деле. Это чисто языковая игра в данном случае. Ну и относительно чего Бог должен поднимать камень? Бог существует вне пространства и времени. Он создал вселенную. Он достаточно могущественен, чтобы создать и уничтожить вселенную, допустим. Почему он должен поднимать камень, который не может поднять? Да, у меня есть вроде бы рассказ «Логик в раю». Есть такое, вроде есть. Я не помню, я не очень свои рассказы люблю на самом деле. Но тема довольно смешная, конечно. Если же Бог может создать такой камень, то опять же всемогущество нарушается, поскольку он не может его поднять. Под всем могуществом не понимается, наверное, что он может вообще все-все-все-все-все-все. Особенно если это все-все-все не укладывается в нашем языке. Это такая логическая игра, по-не получается. Понимаете, я не знаю. Может ли Бог создать камень, который не может поднять? Относительно чего? Кто? Бог может создать Иисуса Христа? А Иисус Христос уже не поднимет многие камни, так или иначе. Ну да ладно. Сам принцип всемогущества задержит внутри себя логическое противоречие. А некоторые верующие... Нет. Ну если в таком виде подавать, то да. Но вы уверены, что все христиане подают это в том виде, что еще и камень подразумевает? Бог всемогущий, но он не может создать камень, который не может поднять. Хоть раз вы видели, слышали такое от христиан? Если слышали, давайте предоставьте, пожалуйста, тексты теологов каких-нибудь, где они об этом пишут. Да, Бог может создать камень, который не может поднять, а потом поднять может. Или что-нибудь вот такое. Если написано, будет просто. Тогда будет проще. Ну а пока хуйня полная детсадовская. Под всемогуществом, под всемогуществом может пониматься то, что Бог может сделать практически все, что угодно со вселенной. Ну как-то так или иначе, мне кажется. Все, вообще все, что угодно. Йольский кот пишет, там вроде есть формула всемогущества. Я на самом деле думаю, что даже не одна формула всемогущества. Насколько я знаю, и христианская, и исламская философия довольно в этом смысле многообразна. Они обсуждали все эти проблемы, они решали различные парадоксы. Тем более парадоксы взаимоотношения всемогущества, всезнания, свободы воли и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, теология по как минимум двух религий была очень богата на разрешение такого рода вопросов. И поэтому, ну мне честно говоря, честно говоря, мне кажется, формул всемогущества как минимум было несколько. А Доши просто взял удобную для себя формулу всемогущества и опроверг ее банальным аргументом к камню, без ссылок на христианские какие-то источники. Вообще пытаются оправдать Бога, объясняя это тем, что мы не понимаем, что в себе подразумевает слово всемогущество. То есть, всемогущество не значит, что Бог может абсолютно все. Всемогущество здесь идет с некоторыми ограничениями. То есть, Бог может только то, что не содержит изначально в себе логических противоречий. Ну, если они так говорят, то ты сосешь хуй, потому что ты опровергаешь вообще ничего. Вообще ничего в данном случае ты не опроверг. То есть, Бог не может создать квадратный круг, Бог не может создать камень, который он не может поднять и тому подобные вещи, которые сами в себе уже содержат логические противоречия. Однако, мы тут же... Ну, если они так говорят, то ты своим камнем не опровергал концепцию Бога, которую, ну, христианскую, получается. Ты говоришь, что христиане так говорят, но ты взял, блядь, и применил к ним аргумент, который противоречит их точке зрения. Ну, то есть, не то, что противоречит, он никак не связан с их точкой зрения, получается. Ты создал чучело, пугало, типичная ошибка логическая, создал пугало, опроверг его очень легко, потому что это пугало очень легко опровергнуть, да, правильно поставить под сомнение. А потом внезапно взял, еще и передал нам точку зрения христиан, наверное, я не знаю, чьи точку зрения ты сейчас передал. И в итоге отсосал бибу саму себя, потому что, ну, ты дегенерат, получается, потому что ты создал чучело и доказал нам следующим своим ходом, что ты создал чучело, неправильно изобразил позицию оппонента и разбил не позицию оппонента, а совершенно другую позицию. Снова упираемся в ряд проблем, если даже мы, допустим, это допущение. Значит, во-первых, когда люди предлагают подобные интерпретации, они, в общем, являются их личными и субъективными умозаключениями, поскольку, знаете, в священных писаниях там нигде нет такой ссылочки, маленькая такая звездочка стоит, где говорится про всемогущество. И внизу снова такая, про всемогущество мы на самом деле понимаем, что Бог не полностью всемогущен, а всемогущен, обладает всемогуществом. Следует понимать, что Библия, Библия, Библия была написана значительно раньше, чем появилась логика. Скорее всего, люди, ну, ладно, именно Ветхий Завет. Ветхий Завет был написан раньше, чем была создана логика. Было бы странно, если бы люди делали такую приписку в Ветхом Завете. Было бы очень странно, если бы они ее делали. Соответственно, дальше, 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 дальше. Нужно смотреть тексты теологов, желательно средневековых и после. Если мы находим там такие оговорки, ну, Максим Дош проигрывает. О, круто, видите, 12 выпуск журнала «Философский компот» был про доказательство существования Бога, в том числе рассматривались современно аналитически. Интересно, интересно, ну, не знаю, считать, конечно, не буду, но интересно. Потому что они есть. Есть и современные доказательства, есть средневековые доказательства, и трактовки, разборы проблем внутри христианства. С конкретными ограничениями. То есть, он подчиняется законам логики. Как-то сказать, он подчиняется законам логики. Законы логики – это законы языка. Бог не подчиняется языку. Просто в рамках нашего языка, и когда мы прилагаем к языку эту самую логику, мы можем получать противоречия в рамках этой логики. Как ни странно. То есть, камень, который невозможно поднять, это не какой-то объект реального мира. Это чисто вот бла-бла-бла. Это языковой объект, который сам в себе задержит противоречию. Ну, вот и все. Это просто на уровне бла-бла-бла появляется. Ну, блядь, законы логики. Бог подчиняется законам логики внезапно. А во-вторых, значит, вторая проблема, которая здесь возникает, это то, что если Бог не может создать или сделать то, что изначально в себе уже содержит логические противоречия, это значит, что Бог ограничен законами логики. Законы логики, как мы знаем, вытекают из постоянных свойств материальной, окружающей нас физической реальности. Нет, закон логики из языка вытекает, чувак. Ты это, логику поучи, посмотри, что это такое. И исследуя, откуда она вытекает, и почему логика всегда развивалась как теория тех или иных высказываний. Ну, не всегда развивалась, но, по крайней мере, пыталась развиваться. Да и математика в целом тоже определенная дисциплина, которая по большей части связана с количественными высказываниями, как ни странно. Продолжаем. То есть, Бог не мог создать законы логики, поскольку он им же и подчиняется, соответственно, либо законы логики существовали до Бога. Бог не подчиняется законам логики. Напоминаю. Логика работает только в языке, чувак. Здесь проблема очень легко, как бы разрешается. Логика существует в языке, в символических системах. В символических системах могут возникать противоречия. Не знаю. Бог не является всемогущим, если он не может создать камень, который не может поднять. И получается, да, проблема. Рекурсированная аутоэффиляция, пишут. Ну, вроде того. И все. Это просто проблема внутри языка. Если я создам идеальную систему, в которой, там, не знаю, шахматы, например, шахматы. Бог не может походить конем ни буковкой Г. Скажет нам Максим Доши внезапно. Знаете, королева не может ходить буквой Г, например, ферзь. Ферзь не может ходить буквой Г. Бог не может походить буквой Г, когда играет за ферзя. Понимаете, Бог-то какой? На самом деле, Бог-то не всемогущий, оказывается, тоже. Бог подчиняется законам шахмат. В данном случае. Ну, шахматы просто хорошая, идеальная система, на которой мы видим, как там правила придумывались. Просто из нихуя. Бог, получается, тоже не может этим правилам следовать. Это абсолютно точная аналогия в данном случае. Кстати, будет две идеальные системы. Две идеалистические системы, которые к миру особо не привязаны. Кстати, понятие материи пишут в чате. Проскочило. А как ее существование он будет обосновывать? Да никак он не будет ее обосновывать. Ты что? Ты что? Ну, поскольку Бог-то словно вечно, то, очевидно, они существовали всегда вместе с Богом. И поскольку Бог им подчиняется, то Бог, получается, закон... Законы логики, по большей части, по крайней мере, три из четырех возникли в Древней Греции. Приветствую, Данил, Андрей, приветствую. Древняя Греция, друзья, Древняя Греция. Логики, они больше и важнее, чем Бог. А это очень-ой-ой как не идет с учениями христианства. Ну, даже если мы дадим верующим такую поблажку и скажем, хорошо, ладно, мы не понимаем, что такое всемогущество, и на самом деле оно идет вот с такими ограничениями, то это вот... Так, это не ограничение всемогущества Бога, это просто парадоксы в рамках языка. Если мы будем на все парадоксы обращать внимание и охуевать от того, какие они сложные, и эти парадоксы в языке возникающие, то у нас летящая стрела с места не сдвинется. Для нас мир тогда будет неподвижным. Ну, это я напоминаю, короче, о Поре и Зеноне, как это работало, да? Эх, 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 эх. Когда люди игру слов заменяют, ну, на какие-то сущности... Когда, наоборот, заменяют сущностные аргументы игрой слов. Это забавно звучит. Да, чувак сам придумал определение всемогущества и сам охерел. Это просто... Пум! Ура! Охуято, я разъебал Бога! В общем, нас не спасает, и как любая иррациональная теория, которая содержит в биологических ошибках, сразу упирается в следующее логическое противоречие. Например, парадокс... Ну, Джон Дой правильно пишет. Бог создал Вселенную, логика внутри Вселенной, значит, Бог создал законы логики, а Бог вне Вселенной. При этом законы логики, я опять же, я опять подчеркну, это не какой-то абсолют, они не существуют сами по себе. Законы логики существуют вот у нас вот здесь в головах. И в наших головах эти законы логики продуцируют суждение. С помощью логики, так или иначе, мы составляем определенные суждения. Делаем какие-то рассуждения проводим, не знаю, а из одного в другое переводим высказывания. И это что-то вот нарушение законов того, как мы производим высказывания, не делает Бога не всемогущим, ну, вот ни в коем случае, даже если... Ну, не знаю, короче, Бог может быть просто неограниченно охеренно всемогущ, но это не значит, что он должен как-то, не знаю, избегать парадокса нашего языка. Было бы смехотворно, если бы он избегал парадокса нашего языка. Все могущества и все знания, о котором, в частности... Это, это, это Макс Доши вроде говорят. Пишет Ричард Докинс в своей книге. То есть, вот эти две вещи вместе тоже невозможно. Ой, Ричард Докинс! Ой, Ричард Докинс, это человек, который не читал ни одной христианской книги, даже Библии, скорее всего. Но зато пополз писать книжки с критикой христианства. О, Ричард Докинс! О, молодец! Ох, какой он шикарный! Человек, который не разбирается ни в чем в христианстве. Вообще, ни в одном аспекте христианства не разбирается. У меня, кстати, видео есть по этому поводу. Мы разбирали как раз давно, довольно-таки давно, на самом деле, около года назад, наверное, книжку Ричарда Докинса «Бог как иллюзия». Ну, Докинс очень слабый атеист. Это, ну, блин. Если вы испытываете уважение к Ричарду Докинсу как к пропагандисту атеизма... Ну, он как к пропагандисту-то окей, а как к философу, который критикует религию, ну, это смехотворно просто. Вам, друзья, нужно искать более каких-то значительных критиков религии, потому что Докинс очень слабый. Либо Бог знает, что произойдет в будущем, либо Он это может изменить. Да, но мы, в принципе, всегда можем поместить Бога вне логики, что Бог выше логики вполне, почему бы и нет. Есть логика смертных людей, а есть Бог. И Он намного выше. Оп! Определение того, что такой Бог Он не дал. То есть одновременно эти две вещи невозможны. То есть это такая немножко хитрая конструкция, которую не сразу можно так охватить. Я бы, значит, ее немножко попроще описал так. Представьте, что вы разговариваете с Господом Богом. И вы говорите Ему, Бог, я знаю, что Ты можешь сделать все, что угодно. Что Ты знаешь наперед также исход нашей беседы, что я Тебя попрошу сделать. Что Ты можешь поменять свое мнение в любой момент. Так вот, скажи мне, вот после того, как мы с тобой поговорим, завтра пойдет дождь или нет? Вот после всей нашей беседы, уже как вот окончательно, какое решение завтра, будет дождь или... Ну, кстати, согласен с гуманоидом. Докинс подобен комнатной мухе, визжащей прямо под ухом. Какая наука хорошая, религия плохая есть такая. Данил спрашивает, кстати, а ты разбираешься в философии дзен-буддизма? И если да, то можешь сказать или что, почитать и посмотреть. Я не очень разбираюсь в философии дзен-буддизма, конкретно именно дзен-буддизма. Для меня дзен-буддизм далековато. Я даже на самом деле не читал ни одного источника именно по дзен-буддизму. По чань-буддизму что-то читал, с чем-то был знаком, но вот тоже непрофессионал я здесь. Вряд ли что-то могу посоветовать. Или нет. И, допустим, если Бог скажет, что завтра будет дождь, то тогда, значит, вопрос ему, а хорошо, тогда, если завтра точно будет дождь, то тогда можешь ты взять это и сейчас поменять, поскольку ты всемогущий. Сделай так, чтобы дождя не было. Вот в таком случае, видите, мы упираемся в противоречие. То есть либо Бог знает, что будет в будущем, либо Он это может поменять. То есть одновременно эти две вещи невозможны. Вот. Сейчас я предскажу будущее, друзья. Буквально через две секунды, раз, два, в кадре, сейчас, буквально через две секунды, после того, как я закончу речь, в кадре появится лицо Путина. Раз, два. Смотрите. Я предсказал, что будет, и я это сделал. Смотрите, через две секунды появится лицо Путина. Раз, два. Но нет, я изменил свое мнение, оно не появится. Я Бог. Короче. Даже я могу сделать то, что, короче, сказал Максим Доши. Сделать. О чем мы говорим? Он Богу запрещает это делать. И, в общем, мы могли бы на этом остановиться, поскольку мы уперлись в логическое противоречие, а любая теория, которая не является логически целостной, она заведомо неверна. Почему это? Что за логический догматизм? Не, очень удобно, конечно, что если бы она была заведомо неверна. Просто она с трудом нами будет пониматься. Нелогичная теория будет с трудом нами понята. А кто сказал, что мир должен быть для нас абсолютно понятен и прост, и должен укладываться в границы нашего языка и, соответственно, нашей логики сверху? Ну, непонятно, кто это сказал, кто заявил, что это было. Ну, в качестве упражнения и для интереса давайте продолжим. Поскольку, как я уже сказал, теория, которая содержит в себе логические ошибки, из нее вытекает большое количество новых ошибок и логических противоречий, которые мы сейчас дальше с вами обсудим. Очень важно здесь также заметить, что религия является нефальсифицируемой теорией. То есть не существует такого условия при совершении этого. Ну, я не уверен, что религия в целом является одной теорией. Второго. И какая-то религия одна, религий много. Можно было. И они разные, это много теорий разных. И христианство это много разных теорий, на самом деле. Сказать, что Бог не существует, да, или что религия неверна, как теория. Вы можете спросить любого верующего, что бы вы приняли как доказательство того, что Бога не существует. Наркотики. Не одобряем наркотики, но, наверное, про них речь. И они на этот вопрос ответить не могут. То есть, что бы ни произошло, они могут сказать, что пути Господа не исповедимы. И Бог именно так и задумывал сделать, вот как произошло. То есть не существует ничего такого, что можно было сказать, вот да, вот поскольку это произошло, то это свидетельствует о том, что Бога нет. Но опять же, я думаю, есть скрытая фальсификация. Фальсифицируемость своеобразная, скрытая. То есть, возможно, для каждого человека, наверное, возможен таков спектр каких-то происшествий, которые могли бы привести его к атеизму или к агностицизму или к скептицизму, неважно. То есть, я думаю, у каждого есть такой скрытый ряд мотивов, которые могли бы позволить ему фальсифицировать ту или иную теорию. Другой вопрос, другой вопрос, что этой фальсифицируемости в жизни у них не происходило ни разу в жизни. То есть, с ними не происходили те события, которые могли бы, ну, уничтожить их веру в Бога. Ну, я думаю, такие события могли бы, мы можем себе представить. Просто они часто не продумываются и не проговариваются. Теория, которая не... А, слушайте, а что Максим Доши скажет в таком случае на веру в научный метод? Как фальсифицировать веру в научный метод? Что должно произойти, чтобы Максим Доши перестал верить в научный метод, допустим? Хотя он, блядь, он не понимает, что такое научный метод, в принципе! С чего-с чего это я вдруг начал говорить об этом? Ну да ладно. Санитируемая, которая не содержит такого условия, не может быть опровергнута. А, соответственно, любая теория, которая не может быть опровергнута, она заведомо не является научной и сразу же может быть откинута. Кайф. Как же нужно заметить, что... А почему все теории, которые не могут быть научными, должны быть автоматически откинуты? Я не понимаю просто. Я просто реально не понимаю, в чем, блядь, за фишка. Что за фишка? Любая теория, которая не является научной, должна быть откинута? Что? Что? Зачем? Что за научный догматизм тотальный? Время доказательства лежит на верующих. То есть, время доказательства... Нет, время доказательства ни на ком не лежит. Вы можете принять на себя время доказательства, если хотите, а может не принимать. Упс. Себя лежит на том, кто делает позитивное утверждение о существовании чего-либо. То есть, скажем, если я... А Шоя ППШ пишет. Может ли Бог создать такой научный метод, который дурданчик не сможет понять? Это любой научный метод. Я говорю, что в мире существует лошадь с рогом на лбу. То это будет моя обязанность доказать ее существование такой лошади. Мы не можем доказать несуществование чего-либо, поскольку... Ну, если вы не можете доказать несуществования чего-либо, значит вы не можете доказать, что у этой лошади не существует. Вот все. То есть лошади с одним рогом на лбу могут существовать. При этом вы можете их не находить в мире. Вы их просто еще не нашли, например. Все. От того, что вы знаете или не знаете их существование, не значит, существуют они или не существуют. С Богом, с Богом, с Богом. Все еще проще в данном случае. Все еще значительно проще. Знаете, по какой причине? Потому что Бог, так или иначе, Творец всего сущего, обитающий вне времени, вне пространства, абсолютно всемогущий, вседобрый, всекрутой, замечательный. Это самый исключительный объект нашего познания. Если он вообще есть, если он вообще существует. Это просто исключение. Это исключение по своему определению. Это не какая-то лошадь с рогом, которую можно потрогать, пощупать, найти. Лошадь с рогом, в принципе, часть нашего эмпирического мира, если она есть. А с Богом это так не работает. Ну да ладно. Как пример. Васил, пишет Ёльский код. Ёльский код. Как пример. Васил говорил, что если окажется, что Иисус не творил чудеса, если это как-то рационально будет объяснено, то он пересмотрит свою веру. Ну вот, например, да. У Васила в данном случае есть критерий фальсифицируемости. Кстати, у Васила он не просто есть, он у него продуман в данном случае. Ну вот. Вот пример, да. У Васила это даже не скрытый мотив. А у многих людей он в принципе скрытый. Но что-то может произойти там ужасное. Например, умерла вся ваша семья внезапно. Не дай бог. Я не знаю, чья ваша. Я не имею в виду сейчас кого-то вообще в виду конкретного. Вся семья умерла. Все в жизни плохо. Ничего, никакого проблеска хорошего, ничего в этом мире нет. Что с этим делать? Непонятно. И как бог мог создать настолько ужасный мир? Вам тоже непонятно. И может быть этого вы используете в качестве фальсифицируемости? Кайф. А почему все теории, которые не могут... О май. Сорян. Только для этого нам нужно было бы обследовать каждый уголок вселенной. А поскольку мы можем это делать только с ограниченной скоростью, то пока мы обследуем одну часть вселенной... Бог не во вселенной находится, чувак. Сорян. Ты опять же не понимаешь, кого ты критикуешь. Что ты критикуешь вообще? В этом твоя сейчас главная проблема. Ты не понимаешь, что ты критикуешь. Сколько ищи, сколько не ищи, бога ты во вселенной не найдешь. Даже во всех уголках вселенной. Даже у себя в анусе, чувак. Не найдешь. А ты и уйдешь в другое время, пока мы обследуем какую-то другую часть вселенной. А, про лошадь. В принципе, невозможно обследовать всю вселенную для того, чтобы утвердительно сказать, что чего-либо не существует. Ну и все, окей. То есть... А почему ты не можешь признать, что есть вещи, которые не были изучены наукой, но при этом они существуют? Почему ты не можешь так сказать? Ведь, скорее всего, так и есть. Огромное количество вещей наукой не изучены, но они при этом существуют. От того, что знает наука, или мы сами о них, или не знаем, еще не значит, что они не существуют. Вообще, в принципе, не значит. Смириться с собственным незнанием – нормальное дело. И даже вот этот конь, который путешествует по вселенной, ну, пусть путешествует себе. Может быть, он есть, может быть, его нет. Что за бред? Что за бред? Ну да, дедушка на облачке – это да. Однако здесь, кстати, нужно сделать важное замечание. Если эта концепция содержит в себе логические противоречия, то нам не нужно обследовать всю вселенную для того, чтобы сказать, что эта концепция не может существовать. Такая... Ну, насколько я понимаю, насколько я понимаю, квантовая физика содержит в себе логические противоречия. Кстати, насколько я понимаю, ну, то есть, это мир вне логики существующей. Описывать его обыденным языком, ну, просто невозможно, оказывается. Поэтому это совершенно другая уже вещь. Давайте свет включим в таком случае, раз уж так. Опа. Как, например, квадратный круг. То есть, мы знаем, что он содержит в себе логические противоречия, поэтому нам не нужно все обследовать, мы заведомо знаем, что оно невозможно. Ну, квадратный круг – это просто совокупность слов. Треугольный прямоугольник. Человечный звер и бизон, там, не знаю, что угодно. Этого просто не видно. Я общался с богом, он сказал, кукиши, сходка. А лошадь с рогом на лбу, единорог, да, вполне может существовать, может появиться где-то, даже может быть на нашей планете, или может быть где-то на других планетах. Вот, значит, если же делается утверждение не о существовании, а о каких-то свойствах, а делается какая-то гипотеза, которая описывает устройство мира, то, значит, время доказательства на том, значит, кто выдвигает утверждение, которое, в общем, не является, так скажем, очевидным сразу. Да тут как угодно. Да, чел, медведя, свинь. Да что угодно, да, можно так привести. Чел, медведя, свинь. Не существует такого. А может, существует. Ну, квадратный круг – это просто совокупность слов. Мы можем назвать квадратным кругом квадрат с закругленными, там, не знаю, какими-то линиями. Закругленными углами. Квадратный круг пусть будет. Пусть будет вот это называться квадратным кругом. Язык – это система символов. Символы, так или иначе, переходят, переносят, перебирают какие-то значения, там, не знаю. Чашка. Швейцарский ножик. Монетка. Не знаю. Сто рублей. Все, что угодно. Все, что угодно. Берем в качестве основания и продолжаем называть все угодно, чем угодно. Качественный крыжовник заказали. Где, кстати, крыжовник? Не вижу. Наших органов чувств. То есть, скажем, если в древние века люди смотрели на Землю, и она казалась им вполне достаточно такой плоской себе, то время доказательства лежало на тех людях, которые утверждали, что Земля не является плоской, в частности, является круглой. Сколько для, в общем, такого обычного наблюдателя она вполне себе казалась плоской. Следующий важный вопрос. Не, на самом деле, время доказательства просто на всех лежало. Все друг другу что-то доказывали. Ну и когда большинство считает, что нечто там, не знаю, неверно, ну, например, большинство считает, что неверно, мол, Земля имеет форму шара. Большинство так считает. Значит, человеку, который находится в меньшинстве, ну, неплохо было бы, неплохо было бы попробовать доказать все-таки. Просто-то вопрос... Ну, просто потому что. Он не обязан этого делать, но мог бы попробовать. О том, вмешивается ли Бог в нашу жизнь или нет. И вот здесь мнения верующих расходятся. Хотя, на мой взгляд, Библия достаточно очевидна, говорит о том, что Бог вмешивается в нашу жизнь и приводит примеры, как он это делает. Так что давайте разберем. Значит, если Бог не вмешивает в нашу жизнь, то тогда, в общем, этот вопрос стает еще менее интересным, поскольку можно не ходить в церковь, можно не молиться. Все, что вы делаете, это бесполезно, поскольку Бог никак не отреагирует. Большинство религиозных, в частности, христианских практик лишь косвенно связаны с Богом. Лишь косвенно. Ну, то есть, молитвы всякие и прочие там, не знаю, крутые штуки, исповеди. Это, по большей части, психопрактики. Ну, то есть, на самом деле, на самом деле, именно сокровенного эффекта, который должен произойти, нет, его даже не планируется. Когда вы молитесь за что-то или за кого-то, вы не то чтобы у Бога просите, ой, Господи, я хочу Феррари, подари мне, пожалуйста, Феррари. Господь, ну, пожалуйста, я умоляю, подари мне Феррари, я хочу Феррари. Нет, вы своими просьбами к Богу, даже если Он их не слышит, показываете свои истинные нравственные или ненравственные мотивы, намерения, прорабатываете их, продумываете. Изменяйте в лучшую сторону, потому что вы к Богу обращаетесь. Вы не будете у Бога просить, ой, Господь, ой, Господь Иисус Христос, я там хочу, не знаю, изнасиловать там 15-летнюю девочку, позволь мне это сделать. И Господь такой, блядь, что происходит у тебя в голове, идиот? Ну, то есть, опять же, понимаете, это нужно не для Бога, это нужно для человека в данном случае. На ваши молитвы, и ничего не изменит в нашем мире. Молитесь вы ему или не молитесь? Это как, знаете, если бы я вам сказал, что... Молитвы меняют человека. Перед вашей входной дверью в дом лежит здоровенный кот. И этот кот невидимый, его нельзя потрогать, его нельзя погладить, его нельзя накормить колбасой. Он... Переначивание чайника Рассела. Никуда не собирается уходить, и он будет там вечно лежать перед вашей дверью. Но вы его не можете задеть, вы об него не можете запнуться, в общем, он никак вам не может помешать. Вы скажете, ну, ладно, как бы, хорошо, пусть лежит. То есть, для вас, вот этот факт существования этого невидимого, неосезаемого кота, равносилен тому, что его там вообще нет. То есть, вы никак не поменяете свою жизнь от осознания того, что он есть, там, этот кот, да, вот с такими качествами. Это примерно то же самое. Ну, Докенс молодец, он рассказывал про эксперименты, ставящие цель установить эффективность молитвы. Смотря что понимается под эффективностью. Понимаете, опять же. Такие эксперименты лучше бы, лучше бы проводили, не знаю, сами христиане, просто ввиду того, что они понимают, что должно произойти. От чего к чему должен прийти в данном случае человек. А, исполняет желание или нет, ну, охуеть. Вы знаете, есть, короче... Знаете, кто ваше желание исполняет в христианстве? Сатана исполняет ваше желание, короче. Сатана, Сатана, Сатана исполняет ваше желание. Сатане выгодно, чтобы вы, короче, так или иначе пришли на его сторону. Продали там ему свою душу, там, не знаю, стали там полным ублюдком, там, отвернулись от христианства. В христианстве роль исполнителя желания исполняет Сатана. Нет, я просто, я напоминаю, я просто напоминаю, кто на самом деле исполняет желание в христианстве. И в ужасах, в ужастиках, знаете, есть такой образ исполнитель желания, когда кто-то исполняет желание, но не так, как это хочется кому-то. Там есть фильм даже исполнитель желания, целая серия ужастиков. Мол, там, не знаю, девушка подбегает кому-то и говорит, ой, ты такой красивый, я хочу, чтобы сердце выпрыгнуло у меня из груди, у него реально сердце из груди выпрыгивает, потому что она неправильно задонатила на желание. И сдохла из-за этого, как ни странно. Ну вот, 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 вот. Исполнитель желания, это скорее сатана. Бог, он здесь в данном случае выполняет совершенно другую роль. Он в христианстве реально выполняет другую роль, и он любящий, безусловно, человек. Он любящее существо, смотря в каком смысле он, конечно, существует, но не важно. Это то, что любит вас. Но при этом любит довольно-таки своеобразно. В том смысле, да, что у вас есть, конечно, бессмертная душа, с одной стороны, и от того, что вы, например, сдохнете, но ничего с вами не изменится. Потом будет, короче, суд, и все будет хорошо в итоге. В финале все закончится замечательно. А до этого вам неплохо бы пострадать, пройти некоторые испытания, пожертвовать своей жизнью на благо чего-то хорошего, правильно... В общем-то, установить правильное отношение с собой, с другими людьми, с миром, правильное отношение к Богу, как так или иначе, обрести, чтобы вообще иметь возможность куда-то дальше продвинуться, как ни странно. А желание исполнять сатана, да. То есть... Ну, Докинс, идиоты, что я могу сказать, если они опыты, эксперименты на это делали. Ну, вот идиоты, ваши ученые, особенно некоторые ученые, идиоты полные, просто умственно отсталые люди, которым лень немножко прочитать хотя бы Википедию. Вот-вот даже немножко прочитать им очень лень было. От осознания того, что существует Бог, но который никак не вмешивается в нашу жизнь. Теперь, если же Бог... Но зато опыты, зато наука. Наука, вот наука, наука, все, наука победила сразу. Если наука, то если где-то там, знаете, используется, ну все, вау. Вот это да, какая наука молодец. Все-таки вмешивается в нашу жизнь, но вот тут мы получаем сразу целую кучу проблем. Значит, во-первых, проблема с измерениями. То есть, если Бог каким-то образом вмешивает это в нашу материальную и физическую реальность, то мы должны иметь возможность это вмешательство каким-то образом увидеть, замерить, заметить его, чтобы пока... Нет. Вообще нет. Согласно исламу, вообще Аллах творит мир всякий раз. То есть, вот он, вот он его творит. Все, что вокруг происходит, это творение Бога. Он его творит в прямом режиме онлайн, без отдыха. И все, что в мире происходит, все работает. Да, Бог, может, еще и фотоны двигает. Но тут, понимаете, в чем проблема, опять же. Это такой научный фанатизм. Фанатизм мы должны все проверить, измерить, замерить. И тогда Бог точно есть или его нет. Бля, какая хуйня. Эх, сайентисты-мечтатели живут в своем выдуманном мане-мерке, в котором вот все можно измерить и проверить. Творит в прямом эфире. Да, эфире, прям эфир. Да, никому не удавалось. И вторая проблема, это проблема с моралью. Прямо сейчас поговорим. Спасибо, Артем. Спасибо, Артем Федоров. Большое спасибо за 5 евро. Смотрим, что же там такое. У нас заказали за 5 евро. Ежи Сармат хоронит религию в двух частях. Часть первая. Карлик никак не может все отойти от поражения. Продолжает. Посмотрим. Выпуск про религию сегодня, друзья, как я понимаю. Согласно христианству, Бог является всеблагим. То есть, он является эталоном добра. Мораль... Ну, да, Бог это любовь вообще. Напоминаю, в христианстве Бог это любовь. Причем любовь из четырех вообще греческих разновидностей любви. Бог подобен Агапе. То есть, любви жертвенной. Это любовь жертвенности. Когда он приносит себя в жертву. Бог в лице Иисуса Христа приносит себя в жертву. Он такой же человек, как и мы. Он испытывает боль, ему плохо. Он приносит себя в жертву. И тем самым проявляет свою любовь. И показывает пример для людей. Люди должны себя так же вести. По сути, они тоже должны любить всех вокруг. И непосредственно... И непосредственно... Вот эту самую любовь мы тоже должны распространять по образу и подобию Иисуса Христа. Странный гуманоид пишет. Согласно физике, у нас есть так называемая темная материя и темная энергия. Которая мы понять, измерить и так, что даже... Ну, не можем, да, не можем. Мы не можем понять и измерить. Так что даже научно предположить существование единорогов. Ну, не научно, но вполне допустимо. Опять же, может быть, это единороги двигают... Единороги заполняют большую массу вселенной. Это совокупность поступков... Бля, странно, что 12 человек нас сейчас смотрит, честно, прям... Прям обидно. Это может быть из-за ивенсов. ...которые разрешены или запрещены. Поэтому для того, чтобы мы могли говорить о морали Бога, Бог должен совершать какие-либо поступки. Поэтому, в частности, нам необходимо, чтобы Бог вмешивался в нашу жизнь. Поскольку, если Он не вмешивается, то мы ничего не можем сказать о Его добродетели. Соответственно, Он не может быть все благоденем. Значит, мы сделаем отдельное видео на тему морали, где мы поговорим об объективности и универсализируемости морали. Поэтому обязательно не забывайте подписываться на наш канал. Так, с точки зрения морали, Бог может быть либо добром, либо злом, либо Он может быть нейтральным. И еще, поскольку Бог выдвигает 10 заповедей, то Он может быть еще и моральным лицемером, если Он сам не следует тем заповедям, которые Он требует, чтобы мы выполняли. Гига Нига АК Блэк Кокс, спасибо за 15 рублей. Такс. Не, ну, а почему Бог должен следовать тем заповедям, которые Он дал людям? Это вообще никак не следует, ни из чего вообще, в принципе. А, Шве ППШ пишет, стрим как-то упорото отображается в фиде. Что за фид, скажите? Только если на канал зайти, можно открыть. Хм, бля, вот это плохо. Сейчас, пожалуйста, друзья, пишите, что не так. Я, может быть, это смогу как-то исправить. А, окей. Прошу прощения, да, я забываю, что мы на Твиче. Что не так отображается, я не понимаю. По-моему, это отображается и в загрузках, и на главной, и везде вроде отображается. Но это... А, ну лента из подписок нет. Да нет, друзья, она отображается. Сейчас вот прямо она ведет, может зайти с главной странички. Нет? Бля, я не знаю, если еще одна проблема какая-то большая. Давайте посмотрим. В нашем обществе считается, что если у нас есть возможность помочь человеку в беде, и особенно если это не потребует от нас каких-то серьезных усилий, то если мы не поможем, то мы будем плохими людьми. То есть, например, если человек тонет, и все, что от меня требует, это бросить ему спасательный круг, а я вместо этого стою и снимаю его на телефон, и человек реально там погибает, то люди по праву посчитают меня каким-то отморозком, и не будут со мной общаться. Давайте приведем еще более сильный пример. Например, скажем, если я сижу на диване, и у меня есть такая специальная кнопка, нажав на которую я могу спасти десятки тысяч людей, а я вместо этого сижу и смотрю, как они погибают, и ничего не делаю. Хотя реально все, что от меня требуется, это вот поднять палец и нажать на кнопку. Если я буду вот в таком случае косвенно ответственен за смерть десятков тысяч людей, то люди почти... Блядь, почему у вас не отображается? Сейчас на главной странице должно отображаться. По сути. В любом случае, я забыл закинуть ссылку на... В дискорд, короче, everyone. Everyone, да, поехали. И сейчас я исправляю эту ситуацию. Надеюсь, сейчас все придут. Я тоже не понимаю, зачем Богу спасать смертные тела. Это все, да, это реально мелочи по сравнению с вечностью. Ну, вот просто вот, да, Бог оставил нам законы, согласно которым мы не должны убивать друг друга прямо сейчас. Ну, представьте, Бог бы не оставил нам такие законы. И мы бы все, все люди бы убивали друг друга без каких-либо, без каких-либо там, не знаю, ограничений. Просто мочили бы друг друга в сортирах. Просто без остановки. Просто расстреливали бы друг друга из автоматов. Я не знаю, ну... Крутой мир, наверное, был бы, да, конечно, без этого запрета. Это просто проблема в том, что Бог это существо высшее, и он может решать, кто когда умрет. Более того, более того, Бог может даже убивать вас. Бог имеет право вас убивать, потому что он лучше знает, когда вам лучше умереть. Наверное, наверное, в этом смысле он даже вас убивать имеет право, без каких-либо зазрений совести. Считают меня каким-то полнейшим отморозком и... Ну, ты не Бог просто, чувак. Сорян, конечно, я понимаю, что тебе кажется, что ты очень крутой, как бы. Но ты не Бог. Монстром. Так вот, для Бога, который является всемогущим, требуется несопоставимо меньше усилий для того, чтобы спасти намного больше людей. Если бы Бог, получается, захотел, мы все могли бы быть бессмертны уже, в принципе. Ну, то есть, по сути, по сути, что требует Максим Дош сейчас от Бога? Чтобы мы сразу были созданы в неуничтожимых телах, наши души были помещены в неуничтожимые тела, и мы были абсолютно бы там, не знаю, мощные, непобедимые, крутые и так далее, и так далее, и так далее. А чтобы Бог сразу нас сделал просто, ну, убер-массивными, мощными, не знаю, людьми с абсолютными там возможностями, способностями. Вот, вот что он хочет в данном случае. Зачем-то Бог создал болезни? Зачем-то Бог создал болезни? Зачем-то Бог начал нас так или иначе испытывать? Почему-то все довольно-таки странно. Какого хуй его мораль претендует на абсолютно себя серьезно, даже тоже не понимаю. Почему она должна прилагаться к Богу? Ну, то есть, реально странно. Людей, страдающих от болезни, от войн и от всевозможных других бедствий, чем от меня, сидящего на диване, и от которого требуется поднять палец и нажать на кнопку. Да, то есть, Бог может буквально по одному щелчку, просто подумав это, за долю секунды, за даже нулю... Нет, человек с интеллектом мисс вселенная, короче. Перед нами человек, у которого уровень размышления на уровне мисс вселенная. Бог может остановить войны, оу, как хорошо будет без войн, там все дела. Ну, прикольно, может остановить, а может не остановить. Ну, зачем-то мир был создан, правильно? Почему-то мы здесь смертные. Христиане исходят из того же факта, что мы смертные, что мы существуем в этом мире, и что этот мир предназначен для того, чтобы нас в данном случае испытывать. Почему в христианстве мир создан таким, каким он создан? Христианство как раз пытается описывать, почему он создан таким, каким он создан непосредственно. Но почему он таким создан? Потому что это место, это полигон для испытаний. Полигон для испытаний наших душ в данном случае Поддадимся ли мы, не знаю, желаниям нашего тела Поддадимся ли мы плохим каким-то, не знаю, порывам Станем ли мы греховны Или попытаемся избавиться от греховности Пойдем за Богом или не пойдем за Богом Будем на стороне дьявола или выберем что-то получше Для христиан это полигон такой своеобразный для испытаний Это не великий рай, в котором все будет хорошо сразу Ну то есть получается, получается Максим Доши требует от Бога Чтобы он сразу создал нам Эдем И мы сразу в нем бы существовали Как бы игнорируя весь сюжет Библии Вообще весь сюжет Библии игнорируя Время взять и спасти людей То есть согласно нашим правилам Человека, который повел бы себя так, как Бог У которого есть возможность спасти огромное количество людей И от которого не требуется буквально никаких усилий Которому ничего этого не стоит И он это не делает, мы бы посчитали Ну да, кстати, тут еще Артем правильно пишет Не думаю, что здесь уместнее говорить Не, думаю, здесь уместнее говорить о свободе воли Да в том числе и о свободе воли уместно говорить И испытания, и свобода воли это два фактора Которые так или иначе решают в данном вопросе Потому что именно да, ибо согласно христианской традиции Человек подобен Богу и сам является творцом в своей жизни Именно, именно так и есть В том числе, да, это правильно добавление Добавка, правильно, Артем Тоже верно, тоже верно Но вопрос, опять же, довольно-таки многогранный Поэтому с этим работать нам приходится тоже с разных сторон А Максим Доши, он не хочет работать ни с одной из сторон Как бы ему просто хочется опровернуть христианство Берет самые простые и дурацкие аргументы Которые просто в голову приходят Любому умственносталому человеку Более того, Бог дает нам 10 заповедей Которые он сам практически все нарушает Скажем, одна заповедь, чего стоит, это не убей Да, к примеру Ну, кстати, я думаю, Бог может поднять человека В том смысле, что он может уничтожать человеческие души И так далее, так далее, так далее То есть, но он этого не делает Ну, то есть, да, охуенно Мы Богу, дает нам заповеди, сам нарушает Окей, охуенно, шикарно И чё с этого, как бы Да, он дает нам заповеди, но сам нарушает И чё Полицей Кстати, кстати, ребят, давайте так Полицейские Полицейские, но они не дают нам заповеди Но они тоже же люди, да, в принципе Но во время своей работы они могут кого-то покалечить Напасть на кого-то, застрелить преступника Там, не знаю, нагрубить Они тоже греховные, получается Ну да, делай как Бог говорит, а не делает сам Бог говорит нам, не убей И при этом берет и заливает всю землю Ну вот закон, например, нам говорит тоже Не убей, а иначе мы тебя посадим Уже не посадите закон за то, что он вас убивает, например Ну или да ОМОН тоже себя должен на митинги бить Да, вот, например, с юриспруденцией Это точно так же работает Ну то есть юриспруденция, вообще вся судебная система И вообще вся система там полицейская Это, допустим, это Бог Он задает правила Но при этом, для того, чтобы эти правила так или иначе Соблюдать, чтобы эти правила соблюдались в обществе Сама юриспруденция, сам закон и все там полицейские должны нарушать его То есть, ну представьте себе, если какие-то хулиганы начали патрулировать район Там, не знаю, по понятиям раскидывать, кто там прав, кто не прав Вот приблизительно этим и занимается закон, по сути Но хулиганам-то это запрещено Запрещено А есть профессиональные люди, которые знают, что запрещено, а что не запрещено И они с этим работают То есть, у нас даже в человеческом обществе есть такие группы людей Которые, в принципе, нарушают либо общие законы Либо те законы, которые задает их система для других Причем здесь Бог? Почему мы должны к Богу относиться как к чему-то не исключительному в данном вопросе? Топом убивая практически всех людей, да, кроме Ноя и некоторых животных Там были невинные ни в чем дети, женщины, старики То есть, буквально всех почувствую он убивает При этом нам же говорит он, не убей То есть, что мы видим? Бог является, согласно нашим людским нормам морали Согласно его же самим, его же самого правилам, да Заповедям, которые он нам дает Он является просто эталоном зла Он является отвратительным существом Является таким, знаете, моральным лицемером библейского масштаба Ну и в заключении части по логической целостности Есть еще один очень важный вопрос Не, ну просто Джон Дой, их закон так и прописан Понимаете, он им разрешает А другим запрещает Вот и все В принципе, божественный закон так тоже работает В сущности Вопрос, который просто не укладывается в голове Даже если мы допустим, что существует Бог Он нематериальный, невидимый, неизмеримый Тогда возникает вопрос Почему такое существо может быть только одно? Почему их не может быть несколько? Ведь все верующие, они в общем на самом деле на 90% Ну возвращаемся к аргументации спиноза И видимо не только спиноза Потому что тогда всемогущество одного существа Будет ограничивать всемогущество другого существа Все Просто Здесь все довольно таки просто Двух всемогуществ быть не может в данном случае Либо у них будут конфликты Взаимодействие во всемогуществе Ну это возможная, возможная тема Возможное оттетление Ну понимаете, это все аргументы Дробышевского Дробышевский их приводил в споре с Храбровым тоже Это наверху это очень банальная хуйня Которую используют все там псевдо-атеисты Которые не разбираются в данном вопросе Как реально, ну, овнить христиан Не жарят они, ну, бывает 109% атеисты Они отвергают существование всех остальных богов Всех магических существ Еще один аргумент Докинза Вот когда я слышу от человека аргумент Докинза Я Докинза Аргументы Докинза Я понимаю, что человек, наверное, немножко, ну, глупенький, что ли Кроме одного единственного бога Потому что на каком основании верующий человек может сказать Что вот одно такое существо Один такой бог, который обладает этими невероятными качествами Существует Ну, он существует только один А вот все остальные не существуют Ну, так, большинство богов за всю историю человечества Большинство богов, которые были вымышлены или не вымышлены Неважно, людьми Это совершенно другие боги С совершенно другими атрибутами С совершенно другой историей Чаще всего у них разные способности Разные силы Иногда у них даже срок жизни есть Иногда это даже смертные существа Иногда бессмертные Тут все довольно трудно Дед Мороз не существует Лешие русалки не существует Баба-яга не существует Далее давайте поговорим про эмпирическую Ну, вот, лешие, да, охуеть Очень похоже на богов Проверяемость Джон Дуэй пишет Говорю, что все боги существуют Что дальше? Кстати, есть какие-то неорелигии крутые Которые говорят о том, что все боги существуют Верующие люди Они не говорят, что Ну, вот, мы верим в бога Потому что, ну, мы выросли в религиозной среде New Age, короче Кружены религиозными людьми Это, в общем, наше такое субъективное предпочтение Что есть бог, нам так нравится Нет, они говорят, что религия Это правда А это объективная правда Они говорят объективно, что бог существует И более того, они говорят, что религия Что вера лучше атеизма Что вера приносит благоденствие Благосостояние, благополучие и счастье Так вот, давайте проверим Является ли это утверждение верным Значит, для того, чтобы нам это утверждение проверить Мы можем посмотреть на него с двух позиций Значит, мы можем оценить, так скажем Благополучие людей на исторических промежутках Скажем, взять ту же европейскую, западную цивилизацию Посмотреть, как в различных промежутках истории В зависимости от того, насколько религия была доминирующим фактором В жизни людей Жизнь людей была хорошей И также мы можем посмотреть на то, как сейчас В настоящем времени Различные страны, в которых уровень религии разнится Сравниваются по уровню жизни Итак, скажем, если мы возьмем Западную цивилизацию И посмотрим на нее На историческом промежутке Скажем, где-то со средних веков До эпохи просвещения То на этом периоде Церковь была слита с государством И, естественно, как мы можем от такого слияния Крайне иррациональной идеологии С насильственным институтом государства Мы можем ожидать, что жизнь была ужасной Короткой и отвратительной То есть это постоянные религиозные войны Это инквизиция Это педофилия Можно только догадываться, какие ужасы там происходили в то время Если даже сейчас в кругах духовенства Педофилия является проблемой коррумпирования, конечно же Духовенства В общем, все было плохо Потом же На смену этой эпохе Приходит эпоха Про педофилию в прошлом Это где-то написано Я просто что-то не помню Вообще, что такое педофилия? Ну, это довольно, видимо Современное понятие Опять же Фрэнсис Бекон придумывает научный метод И предлагает, говорит, ребята Нам... Ну, не только Фрэнсис Бекон придумывает Придумывает научный метод Не только Фрэнсис Бекон придумывает научный метод Там огромное количество Мыслителей огромное количество деятелей из которых научный метод короче потом понаберется различных методик философских то есть не то ни один человек придумал научный метод так получилось нужно не сидеть и не молиться богу для того чтобы получить какие-то знания об устройстве окружающего нашего нас мира нам нужно применять научный метод давайте вы зачем бегали поти за давайте проверять их на практике и когда люди и чё стали это делать то мы видим просто колоссальный не на практике их проверять эмпирически проверять одно дело на практике другое дело эмпирически это разные вообще вещи практика и эмпиризм вещи разные иногда у них есть спряжение но это просто разные подходы разные подходы взрыв технического программы и проверить теорию на практике просто в принципе невозможно потому что практика она сама по себе она просто работает теория может объяснять практику количество знаний и всевозможных достижений изобретений которые появились с того момента когда люди начали использовать научный метод росло просто экспоненциально если же мы посмотрим сейчас на страны в уверены что это из-за науки опять же может быть практика начала свой рост и немножко опережая научное течение движения ведь во многом во многом эта проблема курицы и яйца то есть а что было сначала сначала что было сначала научная практика не научно просто практика или наука практика или наука что было что появилось раньше объяснение мира или использование различных ресурсов этого мира ведь в сущности то в сущности в сущности я не знаю для того чтобы что-то исследовать. Но нередко нам нужен какой-то сложный прибор. Для того, чтобы создать этот сложный прибор нам нужно обратиться не к теории, а к практике. Мы должны непосредственно практикой заняться. Заняться практикой должны. Создаем прибор, исследуем. Значит прибор первичный что ли теория получается в данном случае? Ну когда как. Реально просто когда как получается. То есть иногда практика опережает теорию. Это прям вот очевидно, и это даже хорошо, но теория потом пытается объяснить практики, да? И такое тоже есть. В настоящем времени то мы опять же увидим примерно ту же самую ситуацию, что, скажем, те страны, в которых религия доминирует, общественное сознание, это мусульманские страны в основном, и сравним их с западными странами, то мы увидим, да, что в мусульманских странах ситуация стоит очень плачевно. То есть там уровень свобод очень низкий, там крайне жестоко обращаются с женщинами, с детьми, у них вообще нет никаких... И нефти до хера бывает. Их прав, сказав, что там варварские законы шариатом, и в общем, религиозные догмы насаждаются сверху единственным способом, который это можно сделать, это, так скажем, тоталитарным таким внушением. Значит, в итоге, что мы видим? Мы не можем сравнить части, поскольку части субъективно, однако мы можем сравнить все эти страны по, в общем, объективным показателям, таким как продолжительность жизни, младенческая смертность, количество потребляемых калорий, и, значит, мы видим, что на протяжении истории, что сейчас страны, где церковь соединена с государством, где религия является доминирующей силой в обществе, то там люди живут ужасно, живут в отвратительных условиях, и, в общем, ни о каком счастье говорить не приходится. арабы, арабы, выводим слово арабы. Давайте посмотрим, в каких условиях живут арабы. мммм, ммм, 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 о боже мой, смотрите, чем отличаются иранцы и арабы? Ну вот арабы как живут, ребят, вот они одеваются модно, как красиво одеваются, смотри какие они красивые все, смотрите, о, мечети, ребята, сидят По-моему, арабы жили довольно-таки, живут довольно-таки неплохо, о, Владимир Путин, какие-то шейхи там Во, ребят, вот, нормально живут арабы, что вам еще сказать Поэтому теория о том, что вера и религия приводят к благоденствию, приводят к счастью, неверно Ну, смотря где, смотря где, тут проблема довольно-таки тоже понятна Ну, например, Украина, например, Украина, наверное, страна довольно-таки сиентистская в целом Ну, то есть, довольно современная, типа прогрессивная, но живется там ужасно Здесь также важно сказать Да, русский, русский человек, русский, давайте просто русский Русский человек ведем, русский человек, вот у нас араб был, а вот русский человек Где алкоголики начнут? Сразу алкаш какой-то, вот, вроде нормально Поехали, еще алкаш какой-то, алкоголик, алкоголик, алкоголик с медведем, алкоголик Алкоголик какой-то, еще один космический алкоголик Зец бородой, алкоголик, 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 ал И религия являются коллективистскими, тетаритарными идеологиями. Они очень-очень близки по своей структуре. Очень-очень близки. То есть в одном случае люди поклоняются центральному всемогущему богу, а в другом случае центральный всемогущий компартии. А науки-то как они поклоняются, люди тоже? Что такое наука? Скажи мне сначала, Максим Дашик. Где она существует? Что есть наука? Поклоняешься ты ей или не поклоняешься? Где она есть? Не, ну просто мне интересно просто. Ну вот-вот-вот может быть. Может быть все-таки он нам расскажет какие-нибудь тайны бытия уже наконец-то. Поэтому только те страны, которые были сильно религиозными, они стали коммунистическими. То есть... Ебать, Китай сильно религиозен, наверное, был. Нет стран, в которых произошло разделение церкви и государства, то есть люди доросли до понимания, что нужно разделить эти два института. То есть ни одна из таких стран не стала... В Китае когда церковь и государство были едины? Мне просто интересно. Чайлюб. Коммунистический. Ну и напоследок, очень важно заметить то, почему религия приносит... Привет, Сунадо, рад видеть тебя. ...насилия. Значит, представьте, что мы с вами ученые. И у нас возник... Это трудно будет, чувак. С тобой прям трудно будет представить, что ты ученый. У меня воображение не настолько развито. И какие-то разногласия по поводу какой-то, допустим, гипотезы или теории. То, значит, как мы будем разрешать эти разногласия? Мы можем взять, используя научный метод, можем провести эксперименты, замеры и проверить мою гипотезу, вашу гипотезу и в результате установить, либо я прав, либо вы правы, либо мы оба ошибаемся. Охуенно. Вот, значит, то есть нам не нужно... Охуенная картина мира, прям очень все просто, заебись просто. Прям вообще никаких проблем. Все, я проверяю, вы проверяете, узнаем, кто прав, кто не прав. И все так просто, замечательно, легко. И самое главное, и самое главное... Ну, ну ведь все же. Ну ведь все. Блядь, что это за хуйня? Бесит эта реклама? Короче, короче, короче. Ну это просто гениально, да? Все же так просто работает на самом деле. Прибегать к насилию, когда у нас есть разногласия. У нас есть объективные методы, которые существуют в нашей объективной... Объективные методы, объективная реальность. Это еще и субъект, и объект, и это все невыдуманная хуйня философами. Нет, они все существуют, мы в них не верим, они все есть. Ура! А, наивность какая детская. У этих сайентистов у всех детская наивность, и не знаю, на уровне людей из 17 века где-то. Это просто пиздец. ...материально-физическая окружающая нас реальность. Однако, представьте, теперь два религиозных человека. У каждого из них есть великий, благородный, всемогущий, всеблагой, всезнающий бог, который... Не у каждого. ...борит... Пиздобол. Или либо тупой и необразованный человек, либо пиздобол в данном случае. ...этому человеку то, как устроен этот мир, и то, как нужно поступать в жизни. А там есть напротив его другой человек, у него есть свой собственный бог, такой же великий, и который говорит... Ну, у тебя, чувак, есть еще один бог, это называется наука. Все. И поэтому ты доебываешься до религиозных людей сейчас. Вот, все. И в твоем случае ты не пытаешься даже науку каким-то образом отгородить от темы религии, ты пытаешься прям вот поставить науку наперекор религии в данном случае. Не все так люди делают, не все образованные, не все ученые люди так делают. Это, ну, вообще, ну, не то чтобы очень очевидная идея. ...что в миру стран по-другому, и поступать нужно по-другому. И вот на основании чего эти два человека могут разрешить свой конфликт. То есть у них есть два противоположных утверждения. Как они могут разрешить вот этот конфликт? У них нет никакого объективного метода для разрешения этого конфликта. Логика, диалектика, я не знаю, другие методы какие-то спора, индийская логика. Вообще-то множество методов, с помощью которых пытались разрешать подобные конфликты. Ну, то есть Максим Доша, опять же, человек абсолютно необразованный в этом смысле, даже не представляет себе, как устроено общество древнее, не древнее даже. Ну, и придумывает, придумывает, придумывает всякую чепуху, как обычно, и это очень скучно. То есть они либо в лучшем случае могут договориться о том, что хорошо, ладно, я верю в это, ты веришь в это, мы просто это как бы не обсуждаем, останемся при своих мнениях. Ну, чувак, ты веришь в науку, я не верю в науку. Мы опять же в такой же ситуации находимся. Ты веришь в свое мнение, я не верю в твое мнение. Мы можем, каждый из нас может остаться при своих мнениях. Но проблема заключается, правда, в том, что я в философии науки шарю побольше тебя, но поэтому у меня больше фактов, которые могут тебя подъебать, но да ладно. Либо, как в большинстве случаев происходит в истории, люди... Просто в науке очень много трудностей, это не то, чтобы происходит, знаете, ну вот прям так легко. Ой, блядь, все, объективный научный метод, мы все исследуем и решим, кто прав, кто не прав. Как же все легко, никаких проблем у нас в науке нет, все очень просто. Начинают разрешать это. Да, да, да. Вопрос этот, спор просто силовым методом. Итак, друзья, мы с вами с использованием научного метода разобрали теорию религии и показали, что... Какой конкретно научный метод был использован? Серьезно, какой конкретно сейчас научный метод был использован? Ну, непонятно. Она является иррациональной, что она содержит большое количество логических ошибок. И, как любая ложная теория, на практике она приводит к крайне деструктивным результатам. Она приводит к стагнации, она приводит к разрухе, к голоду, к пыткам, к войнам, к гибели десятков и сотен миллионов людей. В следующих видео мы поговорим о том, почему же все-таки так много людей верят в Бога по всей планете. Есть ли все-таки какая-то польза от религии? Почему люди слышат голоса в голове и откуда они исходят, когда они считают, что они общаются с Богом? Поговорим об агностицизме и о многих других вопросах. На сегодня на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Знаете, друзья, если мы хотим улучшить нашу жизнь, улучшить наше общество, то мы должны продвигать правду, рациональное мышление так же активно, как это делают верующие люди, которые продвигают свои зачастую агрессивные и всегда иррациональные диалоги. И судя по исламскому иммиграционному кризису, который сейчас в этом мире особенно... Ну вот, ребят, давайте посмотрим на вот этого человека и просто сразу поймем, что это человек эпохи модерна. Прямо вот абсолютный модернист. Но что он делает в современности, непонятно. Чувак чистый модернист. Позовите Магога на стрим, интересный гость, могу скинуть его контакты. У меня Магог в друзьях есть, если что. Как-нибудь можем позвать. Ну то есть, сейчас... Александр Лавров, я правильно понимаю, если он не скрывает свою кличку, наверное, если он не скрывает свой ник, ну вот, если это он, ну я знаю, мы с ним недавно общались. Я напишу менеджеру, чтобы позвал. Все, менеджеру написал. ...в Европе и всем этим ужасным терактом, которые там происходят, то эти люди нас опережают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok